Огромный отрыв у Микаэлы Шифрин, идущий на втором месте Петры Вылховой и на третьем месте Федерико Бриньоны. Ну а вот то, о чем мы только что с вами говорили. По двум стартам Эстерли Децка, неожиданный лидер, обладатель Кубка мира прошлого года Шмидтхофер вторая, Сутер третья, Шифрин четвертая. Ну здесь, в общем-то, все нам достаточно понятно. Мало стартов, чтобы какую-то более глубокий анализ провести. Очень важен будет, конечно, старт сегодняшний. Ну и вот как раз погода, о чем мы говорили. Плюс один на старте, ноль на финише, не то что надо для скоростного спуска, конечно. Ну и длину сократили. Вот это уже не очень для нас приятное сообщение. Дело в том, что трасса просто поразительно красивая здесь. Саухензе, и когда плохая погода, да еще сокращенная трасса, конечно, совсем не такое красивое зрелище получается. Ну, что поделаешь, друзья. Продолжаем нашу прямую трансляцию, друзья. Ну что ж, давайте посмотрим, нам сейчас презентует трассу Александра Майсницер. Ни много ни мало обладательница Кубка мира. В свое время австрийская спортсменка, да теперь уже она давненько работает. Мы знаем на ОРФ, на австрийском телевидении. И вот с камерой нам сейчас демонстрирует вот эту трассу. Посмотрите, глазами спортсмена. Это очень интересно. Верхняя часть, она такая достаточно прямая, быстрая. Видите, трамплин, она только что прошла. И вот это уже идет у нас вход в лесную часть дистанции. Здесь должен быть еще один трамплин. Вот, видите, с хорошеньким таким полетом. И вторая часть трассы, которая очень техничная. Ну, наверное, одна из самых трудных, если брать вообще все трассы Кубка мира, которые есть в расписании. Смотрите, здесь очень серьезный разгон, а потом серия из трех тяжелых длинных-длинных виражей, на которых надо удерживать скорость. Причем виражи очень крутые. Вот с этого плана хорошо видно. Посмотрите, вот здесь спортсменка разгоняется. Потом на 90 градусов надо вписаться влево. Вот такой серпантин прям идет по крутой части горы. И вот такой еще есть спад огромный. Вон там внизу, видите, финиш. И здесь спортсменки разгоняются до скорости более 120 км в час. На этом плане хорошо видно, да, что... Ну, почти прямо такие вытянутые, вытянутые виражи. Да еще финишный трамплин. Вот здесь вот он. Предстоит тоже пройти Александре Майсницер. Ну, и вот так все выглядит глазами спортсмена. Надо еще учесть, конечно, что Александра с камерой, конечно, шла не на такой скорости, как пойдут сейчас девушки на соревнованиях. Но, тем не менее, мы информацию с вами получили. И главная, наверное, новость, это то, что трасса сокращенная, друзья. Это очень жаль, потому что тренировки вчера и позавчера были контрольные заезды с самого старта. А старт здесь, знаете, как разгон на трамплине. Огромный спад, очень красивый. Жалко, что мы его не увидим. Но оператор нам и Шмидхов, и Рейл Куштуец успел там на старте засветить. До старта-то остается буквально пара минут. Не знаю, все выглядит, ну, пасмурно немножко, да, не так уж страшно. Почему, интересно, жюри все-таки вот на такие жесткие меры пошло, сокращение. Не знаю, может быть, нам сейчас с других камер покажут. Где-то есть проблемы с видимостью, с туманом. Потому что, честно говоря, не очень понятно вот это решение жюри. Ну вот, стартовый лист у вас появился на экране. 55 у нас заявлено спортсменок в сегодняшнем протоколе. Пополнение у австрийцев, пополнение в американской команде. Там девушки, мы будем обращать на это внимание, после травм возвращаются, подлечились. И для них это, конечно, событие хорошее. Ну а вот так вот выглядит сегодняшнее место старта. Еще раз напоминаю, трасса сокращена аж до 2300 метров. Когда в оригинале 3 километра, жаль. Ну, все понимаем, уважаем решение жюри. И тут, как говорится, теперь вообще трудно даже представить. И результаты тренировок были по полной трассе. И как сейчас все это оценивать, вполне возможны какие-то неожиданности. Ну что ж, друзья, напоминаю, сегодня режиссер Александра Ильченко, ваш комментатор Владимир Андреев. И мы начинаем очередную прямую трансляцию. Это скоростной спуск в исполнении женщин. Австрийский горнолыжный центр Цаухензея. И первая спортсменка на трассе. Это Рамона Зибенхофер. Интересно у нас с вами начало, потому что именно Рамона, вот эта девушка, показала вчера на тренировочном заезде лучший результат, лучшие секунды. Ну, еще раз повторюсь, я не буду, как вот мы обычно это делаем, особенно на тренировочные заезды обращать внимание, потому что у нас слишком большая разница, да. Полная трасса и на одну треть сокращенная. Здесь, наверное, совсем будут другие скорости сегодня. Потому что вчерашние показатели тренировки, они, конечно, очень впечатляющие, друзья. Средняя скорость по трассе у женщин 100 км в час, средняя. А на отрезках до 130, 120, если быть точным, 128 почти было вчера на тренировочном заезде. Представляете? Ну, давайте смотреть. Здесь есть туман, друзья. Ну, это туман такой, в общем-то, не опасный. Даже для скоростного спуска, согласитесь? Вот, кстати, нижняя засечка. Ну, вот видите, заметно медленнее, да. Заметно медленнее. Зибенхофер лишь 122. Показывает она. И время 1.2038. Ну, вот здесь мы можем уже сразу ориентироваться. Вчера было 1.47. Представляете, какой длинный спуск в оригинале. 1.47. И сегодня на 25 секунд короче. Даже больше. Даже больше. На 27. Да. Ну, единственное, которое первое, можно вывод или предположение даже сделать, это то, что будут очень плотные результаты, да. Все-таки, чем длиннее трасса, тем больше сказывается разница в мастерстве спортсменок. Чем короче, тем разница меньше. Ну, тут, по-моему, абсолютно все логично. Иоанна Хелем. Кстати, она вот тоже на тренировках очень прилично выглядела. И наряду с другой швейцаркой Ларой Гуд. Может быть, Гуд наконец-то набирает спортивную форму. Та самая Лара Гуд, которую мы, наверное, справедливо критикуем. За то, что она скатилась уже во второй десяток. Причем почти во всех дисциплинах. В свое время обладательница Кубка мира. А вот у Хелленда как раз, у нее-то она даже не первый номер. Далеко не первый номер в швейцарской команде. Но посмотрим, сможет, как она вот после успешных тренировочных заездов себя проявит. Ну и, вы знаете, вот мы как раз вот знакомимся с трассой, да, и нам открывающий с камеры все тут продемонстрировал. И, вы знаете, вот этот укороченный вариант, он ближе к супергиганту. Все-таки чуть ближе. Поэтому вот чистые спусковички, как мы называем спортсменок, которые именно напрямых развивают максимальную скорость. С ним, конечно, вот этот вариант сегодняшний совсем не по нраву, я думаю. Хеллен. Ну, разогналась-то она внизу побыстрее, на 124 километра в час. Но, видите, на виражах было достаточно много проиграно. Ну, полеты тоже из-за того, что скорость поменьше сегодня такие. Ну, я бы не сказал, тут рекордных полетов точно не будет. Это Зибенхофер у вас на экране. Что она так? Возмущается, даже ругается. Ну, видимо, хотела пройти. Чувствует, что прошла не так здорово, как хотелось бы. Еще одна австрийка. Стефани Венир, безусловно, сильная спортсменка. Ну, вообще, австрийки, конечно, и по командам, и вообще по плотности результатов, конечно, главная команда. Швейцарки пытаются оказывать им сопротивление в скоростном спуске. Мы помним, что прошлый сезон вообще был триумфом в скоростном спуске у Австрии. Именно они по итогам сезона заняли первых три места. Ну, а что касается сезона нынешнего, я уже сказал о том, что слишком мало событий. У нас только был сдвоенный этап Лейк-Луис. По одной трассе два раза посоревновались. И, в общем-то, это, я считаю, тем более более месяца назад. Кстати, друзья, это еще одна проблема. Смотрите, отменили спуск в Аль-Дезири. Больше месяца негде было абсолютно тренировать. Мы все время вспоминаем про погоду. Теплая погода. Скоростных трасс нигде нет готовых. Конечно, многие потеряли форму. Я даже в этом как-то не сомневаюсь. Участницы. Мы даже отмечали такое в мужском слаломе. Помните такую же проблему? Ну, вот в скоростном спуске это еще более серьезно стоит. Так, улучшение результата. У нас теперь Стефани Венир обходит Зибенхофр на 8 соток. Ну, вот видите, Рамон, она как чувствовала. Нам ее показали. Она там прямо так переживала, ругалась там на себя на финише. Как чувствовала, что сейчас ее начнут обыгрывать. Ну, в общем, так и есть. Роман Амирадоли. Следующая у нас. Ну, конечно, хотел сразу сказать, что лидер, первый номер французской команды. Друзья, но дело в том, что у французской команды настолько сейчас, в общем-то, сложилась, мягко говоря, не очень хорошая обстановка. Ну, по результатам, по представительству я имею в виду, да. И вообще, с тех пор, когда Ингрид Джекмо, многолетний лидер команды, завершила карьеру, вот осталась одна Амирадоли. Остальные там по рейтингу и в тридцатку даже никто не входит. У францужных есть. Мы видим в конце протокола. Там и Женнифер Пьо, Гош будут стартовать. Но все равно, фактически, одна Амирадоли от францужных борется за что-то серьезное. Вот этот вираж называется панорама. Ну, понятно, почему название. Потому что, если стоять на этом вираже, то как раз действительно великолепная панорама. Не только на трассу, но и на всю долину. Вон там, видите, долина такая красивая. Открывается. У каждого, как это и, в общем-то, принято, у каждого участка на этой трассе есть свои названия. Но, видите, у нас достаточно... Не хочу утомлять вас такой излишней информацией, которая, в общем-то, по большому счету, ничего и не дает. А названия тут, как правило, на всех трассах такие. Красивая лужайка, там высокая, водопадик или дорога. Вот что-то вроде этого. Да все эти даже названия на трассах скоростного спуска, они идут из летних условий. Потому что здесь туристические тропы, естественно, проложены. Вы прекрасно знаете, что даже в той же Европе очень много есть людей, кто летом в горы выезжает и любят по горам ходить. Огромное количество. И поэтому и вот эти места на трассе здесь называются так пастбище, да, или вообще вершина называется рок-косули. Вот это вершина, которая нависает над стартом. А косуль здесь действительно много. Горные косули, их просто здесь невиданное количество. Я сам лично много раз наблюдал. Бывали случаи, даже на трассу выходили, друзья. Но сейчас как-то вот все сетками огорожено. Больше таких случаев как бы не происходит. И опять у нас австрийская спортсменка, да не простая, а лучшая в австрийской команде, обладательница Кубка мира прошлого сезона, Николь Шмидтхоффер. Ну, вы видите, как приходится буквально иногда практически немножко даже скидывать скорость, чтобы вот эти неимоверно крутые виражи пройти. Ну, борется, борется с хорошим отрезком. Последним отрезком Николь Шмидтхоффер. Вот ей как раз вот такие комбинации очень по нраву. Вытянутые длинные виражи. Не хватает. Двадцать четыре сотых. Расстроится, конечно, Николь. Ну, понятно, что вроде бы ее подруги там впереди. Но, вы знаете, внутри австрийской команды очень жесткая конкуренция. Это именно внутри даже команды. И для Шмидтхоффера уже одно то, что она проиграла и Рамония Зибтхоффер, и Венир. Это уже серьезное поражение. Да, друзья, вот с этого плана, ну, прекрасная погода. Не знаю, почему сократили трассу-то. Такую самую красивую верхнюю часть убрали. Может быть, там ветер. Мы пытаемся выяснить, какую-то информацию получить. Тренировались с самого высокого старта. Вот соревнования в таком укороченном варианте. Просто обидно. И погода вроде неплохая. Даже солнышко, мы видим, выходит на некоторых участках. Мишель Гизин. Одна из тех спортсменок, у которой имеются очки во всех дисциплинах. Ну, известная многоборка, вы знаете. Мишель Гизин за счет этого, что во всех дисциплинах она соревнуется, очки постоянно получает. Но другое дело, что она не на близких особо позициях. Поэтому количество очков-то скромное. Представляете, вот Мишель Гизин идет в Кубке мира на пятом месте. У нее 300 очков. А у Шифрин 826. Ну, представляете, друзья, какая разница. Просто катастрофическая. Ух ты, как она прошла-то. Последний отрезок. Посмотрите, друзья. 124 километра в час. Показатель хороший. Явно идет на лучший результат. Мишель Гизин. Вот так вот. Полсекунды. Вот это да. Вот это да. Неожиданно. Интересно, как разбирались между собой австрийки в несколько сотых. А Гизина им сразу привезла в полсекунды. Ну, и вы знаете, с другой стороны, это, в общем-то, особо ничего удивительного. Я вам говорил, что сегодняшний укороченный вариант, он больше похож на супергигант. А что касается супергиганта, то техничным девушкам, таким как Гизин, они достаточно комфортно себя чувствуют. И в этом плане, ну, пока ладно. Пока давайте еще подождем чуть-чуть, потому что всего лишь седьмой номер. И у нас, кстати, еще одна швейцарка, очень сильная швейцарка, Курин Сутер. Разгон. Ну, она чистая спусковичка, друзья. Вот для Сутер вот такие отрезки, это просто красота. Она просто обожает. Чем прямее, чем быстрее, тем лучше. Вот как на виражах она сможет себя проявить по сравнению с техничной Гизин? Вот тут уже интересный очень вопрос. Смотрите, сверху какой она создала отрыв. И мне кажется, что это еще не факт, что она будет намного быстрее. Виражи в исполнении Сутер зачастую похуже, чем у Гизин. Но это такая общая, как говорится, общее видение. Сегодня, может быть, и по-другому. Да, она еще быстрее. Вот это да. Ой, фантастические секунды. Секунду она выигрывает, друзья. Мы с вами все надеемся, что на короткой трассе будет очень плотно. А посмотрите, что делают швейцарки. Именно швейцарки, друзья. Потому что австрийки уже проигрывают лучше. Из австрийок полторы секунды проигрывают лучшему результату. Ну что, будет в конце концов победа. Мы знаем, сколько стартов, сколько уже пьедесталов у Сутер. И никак до победы не дотянуться. Тиновый оратор. Для Тины тоже хороший вариант. Тоже укороченный, ближе к супергиганту. Ей это, в общем-то, на руку. Мы же знаем, что Тина последние годы, но явно в супергиганте себя лучше чувствует. Недаром она два Кубка мира в этой дисциплине завоевала. Правда, не в прошлом, а в позапрошлом сезоне. Два подряд было. Ну вот с этой камеры просто красивая панорама с голубым небом. Вот, казалось бы, да, на 86 сотых она отстает, друзья. Но, учитывая отрыв, это второй график на данный момент. Нет, нет, здесь уже у Тины, как ни странно, что-то не клеится в нынешнем сезоне. Ну, третий текущий, но как-то вот нет уверенности, что третье место-то у нее сохранится. Очень маловероятно, судя по отставанию. Судя по тому, насколько быстрее можно проходить сегодняшнюю трассу. Показывают нам нового лидера. Инка Штуец. У нее в карьере, видите, лишь пятое место. Это лучший результат именно на этой трассе. Но, вы знаете, настораживает то, что она на тренировках выглядела достаточно слабо. Ну, спортсменка опытная, обладатель Кубка мира, чемпионка мира. Все-таки Илка Штуец должна собраться, кажется. На первой тренировке она там и в тридцатку не попала. Вчера вообще страсти сошла. И вот, посмотрите, какой неуверенный полет. Хотя я бы не сказал, что сегодня какие-то вот здесь наверху особенно запредельные скорости. Чуть-чуть, да, вот находит туманчик, да? Ну, мы видим, ходят все-таки тут такие легкие облачка туманные. По-разному складывается ситуация. Самое главное, чтобы не усилился туман, согласитесь, друзья, несправедливо, да? Вот особенно в скоростном спуске, в такой дисциплине. Если у кого-то совсем будет чисто, а у другого такие пятна тумана на больших скоростях, это, сами понимаете, туман дело такое, мягко говоря, некомфортное. А на финише здесь вообще идеальная видимость. Посмотрите, довольна Илка. Ну, вот, кстати, в кои веки она радуется на финише четвертому месту, да? А ведь просто понимает, что у нее далеко еще, она очень далека от хорошей формы, Словенко. И то, что она всех обстрелить обыграла, вот почему она радуется. Ну, вот какой тоже был не очень хороший. Гизин и Сутер. Две швейцарки у нас захватили лидерство. Вот результаты, причем с очень серьезным отрывом. Австрийки, которые, казалось бы, под первыми номерами, да, так прилично шли. Посмотрите, вот стоило Австрийке и швейцаркам выйти, и все. Абсолютно моментально тут все изменилось. Местами мягкий снег. Вот на этом кадре хорошо видно. Мягкий снег на трассе. Ну, что же, небольшая пауза, и мы вернемся. Ну, вот чего мы боялись, уважаемые друзья. Все-таки прерваны из-за тумана соревнования. Вот видите, какая изменчивая погода. На экранах вы прекрасно видите, вот напротив вершины освещается солнцем, а внизу, вот здесь по долине, ходят вот такие туманные облака. Одно из них вот наползает буквально на трассу. И бдительные, естественно, члены жюри, видите, остановили у нас гонку после девятого номера. Девятым номером прошла по трассе Илка Штуец. Показала четвертый результат. Ну, и вот остановили перед Тамарой Типлер, еще одной представительницей австрийской команды. Друзья, ну вот пока пауза в соревнованиях небольшая образовалась. Надеемся, что все-таки гонка будет продолжена. Я вам хочу сказать, что, напомнить, мы смотрели с вами первую попытку гигантского слалома. Сегодня мужчины соревнуются в Адельбодене. И вынуждены были после тридцатого номера перейти вот сюда на женские соревнования. А там целый комплекс сенсаций продошел. Целый комплект сенсаций. Я просто вам расскажу, что на второе место с 53-м номером приехал Джованни Барзотти. Джованни Барзотти, итальянский спортсмен с 53-м номером. Представляете? Вот пока мы вам показываем лучший заезд. Лучшее время у нас показала Сутер. Вот она на трассе. А я просто закончу. И, допустим, еще один красивый прорыв у россиянина Александра Андриенко. В том числе с 56-м номером на 23-е место он приехал. Кстати, первая попытка завершилась. Значит, Андриенко, само собой, в тридцатке. И на второй попытке будет стартовать. Но еще там и больше других событий. Это я все к тому, что не пропускайте вторую попытку гиганта. Там абсолютно неожиданные события происходят. Она у нас будет в 15.30, да, по московскому времени. Мы выйдем в эфир чуть раньше. Ну, а пока смотрим на Сутер и ждем старта следующей. Участницы Тамары Типли. 125 и лучшая скорость. Ну, понятно, друзья. Потому что и отрыв такой серьезный у Карин Сутер. Секунда отрыва. Понятно, что и скорость она показала ту же самую большую. Второе место у нее было в Лык-Луче. Второе и пятое в двух стартах. Но, сами понимаете, все время где-то Сутер, а если еще и посмотреть прошлый сезон, где-то рядышком с победой, я думаю, что победа Сутер было бы, в общем-то, логичным таким событием. Но здесь мы не должны пережать события, потому что даже половина первой группы только прошло у нас. И очень серьезные еще люди. И Кира Вайдли, немка, которая выиграла первый заезд. И, конечно, Эстерли Децкая, лидер сезона, она пойдет 19-й. И Лара Гуд, может быть, вспомнит свои блестящие годы. У Лары Гуд сегодня номер 16. Всех этих спортсменок нам еще предстоит с вами увидеть. Я уже говорил, 55 участниц. Ну, слава богу, хоть немножко побольше. А то из-за травмы как-то совсем у нас количество доходило аж менее 50. Ну и россиянки, конечно, две у нас в этом сезоне постоянно выступают. Александра Прокопьева номер 38 и Юлия Плешкова номер 46. Вот две россиянки должны побороться сегодня за тридцатку. Ну, не знаю, конечно, если попали бы в 20 или в 10, было бы вообще великолепно. Но если реально смотреть на вещи, наверное, все-таки за тридцатку это было бы тоже неплохо. Ну, Геочель, ну, как приятно видеть. Вот Геочель, Рената Геочель, который до сих пор рекосмен по победам в скоростном спуске в австрийской команде, завершившая карьеру в качестве пончетного гостя. Ну и, конечно, Михаэль Вальхофр. Мы его тоже на экранах видим. Ну, а пока у нас небольшая пауза. Ага, ну, все-таки дает жюри добро на старт, друзья. Я напоминаю, у нас прямой эфир, у нас женский скоростной спуск в Цаохэнзе. И вот очередная порция тумана тут неожиданно нашла. Прямо врезалась в трассу, пришлось гонку приостановить. Но вот сейчас видим с разных камер нам показывают, что улучшается ситуация. И жюри дает добро. И хорошо, как говорится, потому что, как говорится, не хватало бы еще бы, чтобы гонку отменили. Потому что в скоростном спуске в женском и так по календарю серьезная ситуация. Уже одни соревнования в Альдезере были отменены. И напомню, что сегодня всего лишь третий старт в сезоне. Да, гонка продолжается. Тамара Типлер, еще одна австрийка. Но австрийки пока терпят такую, извините, пощечину от швейцарской команды. Потому что стартовали очень лидеры команды. Венир, Шмидтхофер, Зибенхофер. Казалось бы, все идет в порядке. Но потом две швейцарские спортсменки просто поиздевались, можно сказать, на австрийками. Полторы секунды сейчас лучший из австрийек проигрывает. Это, конечно, очень много. Не знаю. Ну, команда большая австрийская, конечно. Посмотрим, кто-то... Может быть... Еще есть Пухнер, еще есть Шайер, Ортлип и Хазер. Ну, в общем-то, австрийская команда еще шансы имеет. Пока Тамара Типлер... А вот Типлер умудрилась уже на втором отрезке проиграть очень много. Да, Туман-то, в общем-то, есть. Не такой плотный, но маленькая такая вот дистанция в Тумане все-таки у нас сейчас присутствует. Нет, Типлер, похоже, не сможет... Да, две секунды уже проигрывает Тамара Типлер. Да, вот по жесту, я думаю, все видно, да, друзья? Вот такой полет был в исполнении Астрики. Ну, хорошо, вот эти два трамплина на верхней части, они спланированы так ровненько. Никаких тут запредельных полетов нет. Ну, вообще, вот это немножко такая общая беда женского скоростного спуска. Идут, конечно, уже несколько лет подряд, мы это отмечаем, и организатор, руководство Кубка идет по пути немножко упрощения трасс. Давайте прямо говорить. Ну, был такой период серьезного травматизма, и пошли все-таки зрелищности стало немножко поменьше. Все-таки трассы были более жесткие, экстремальные. Но здесь, знаете, все-таки разные могут быть точки зрения. Кому-то, конечно, хочется, чтобы скорости были, как у мужчин, там, по 140, и полеты по 50 метров. Но это на грани, на грани. Для женщин, конечно, был такой период. Сейчас трассы становятся чуть-чуть попроще. Это мы точно с вами отмечаем. Ну, и, конечно, был заметный спад в конкуренции. Потому что, если мы посмотрим на начало 2000-х годов, какие люди в спуске соревновались, и на прошлый год особенно, ну, разница, конечно, очень серьезная. По количеству, конечно, серьезных спортсменов, звезд, это да, понятно. Показывают нам, что Софья Годжа готовится. Безусловно, Годжа олимпийская чемпионка. И в этой дисциплине, безусловно, претендент на высокие места. Кстати, ну, здесь у нас ничего не изменилось, видите, только лишь одна спортсменка прошла, и тут же опять, ну, тут тоже перестраховывается. Не такой уж и супер запредельный туман, но вот новый руководитель женского Кубка мира, ну, видимо, такой человек. Который любит побольше подстраховаться. Я напомню, что в межсезонье у нас произошла смена рефери, теперь Петер Гердл руководит женским Кубком мира. Естественно, представитель Международной Федерации. Атлес Кардал много лет руководил, норвежец. Ну, вот по семейным, насколько я знаю, причинам ушел. Теперь вот новый руководитель, и мне кажется, он подстраховывается еще больше. Как только какая-то маленькая проблемка, сразу сокращение трассы, как только небольшой туманчик, тут же остановка. Но объяснение-то всегда одно, это, конечно, безопасность, это правильно, безопасность на первом месте. Но еще раз, можно с некоторыми решениями, я считаю, можно было бы поспорить. Вот она, Рената Гёчель, конечно, это, по-моему, дочка ее, да? А там вон и Дорфмайстер, друзья. Ну, тут целое созвездие австрийских, я вижу, спортсменок, которые в прошлые годы блистали на горнолыжных трассах. Еще раз повторюсь, Рената Гёчель, она рекордсменка вообще. Кроме, по-моему, Лин Сивон только больше побед имеет за всю историю, чем Рената Гёчель. Но эта симпатичная девушка нам давно знакома, Карин Сутер. Мы уже говорили о том, что Микаэла Шифрин не принимает участие в скоростном спуске. Но вы знаете, друзья, у Шифрин, конечно, кроме того, что там такая профессиональная команда, которая все просчитывает, высчитывает и решает, когда надо пропускать соревнования, у них еще запредельное чувство, вы согласитесь? Вот Шифрин пропускает те соревнования, которые, в конце концов, зачастую вообще отменяются или проходят по какой-то укороченной программе. Но вспомните, в прошлом году она пропускала там Вальдезер, который не состоялся, не полетела в Сочи на этап Кубка мира, он тоже не состоялся из-за плохой погоды, не приехала, здесь не стартует, и опять проблемы с погодой. Но это, в общем-то, не прозорливость вообще, друзья, потому что синоптики-то дают достаточно точный прогноз, но Шифрин всему этому и соответствует, согласитесь. Ну а сейчас мы просто вынуждены опять прерваться, потому что гонка остановлена. Возвращаемся в Саухензе, уважаемые друзья. Ну что же, у нас пока новостей нет, и это немножко печально, согласитесь, все как бы так хорошо начиналось, погода допустимая. Ну вот уже третий раз у нас прерывается гонка, туман, туман периодически вот разветривается и периодически опять появляется на трассе, и жюри все время останавливает соревнования. А мы видим опять, как красиво, согласитесь, сегодня и очень быстро пронеслась по трассе Корин-Сутер, у нее лучший результат. И вот ей-то, друзья, конечно, будет очень обидно, если соревнования отменят, а такая угроза, к сожалению, существует, потому что, ну полчаса это еще можно, можно по правилам подождать, чтобы разветрилось, потом пустить следующих участниц. Но опять же, никто же не знает, сколько на самом деле все это будет продолжаться. Будем надеяться, очень бы не хотелось, потому что тогда у нас в календаре женском будет вообще катастрофа. Вы знаете, что в Альдезере отменили, не было в декабре старта, и его не перенесли, потому что, не знаю, в отличие от мужского Кубка мира, где как-то все быстро происходит, и там отмены, и сразу уже назначены новые места проведения, то вот уже в женском, ну не знаю, может быть, новый реферин такой расторопный, новый директор женского Кубка мира Петер Гердл, может быть, и в этом причина, но вот у нас и комбинация в Альдезере зависла, никуда ее пока не переносят, может быть, все это будет полностью отменено. Вот если в Цаухензее сегодня не состоит скоростной спуск, то следующий только в Банско и только 25 января, представляете? А я уже вам рассказывал, что у нас всего-то два старта прошло. Это, конечно, проблема. Тем более, что вот на такие места, я напоминаю, что еще и Роза Хутор в календаре в этом году на другую дату, 1-го, 2-го февраля стоит российский этап, но проблема в том, что вот в Болгарию и в Россию переносить практически невозможно. Там расписано не то, что по суткам, а по часам, потому что там же еще, друзья, и перелеты, авиаперелеты, перемещение гостиницы, все, там даже нет одного лишнего дня. И остается только гармиш Партенкирхен в середине февраля, 8-го, может быть, туда перенесут или в Кран-Монтану. Больше только два варианта. Но пока молчат и те, и те организаторы, и руководство Кубка мира тоже пока молчит. Поэтому я как раз и повторяю, что очень важен именно сегодняшний старт, чтобы он регулярно прошел, но пока у нас проблема. Вот видите, причем странно, обычно у нас шикарный показ от австрийского телевидения, картинку РФ делает, но нам как-то показывают одну и ту же ель, засыпанную снегом, и больше никаких планов не дают. Вот я вот этого никак не понимаю. Здесь такие шикарные виды, курорт очень красивый, Цаухензе, причем так в зоне доступности, это земля Зальцбург, тут все рядышком. Там Флахау рядом, где на следующей неделе опять соревнования будут с Лалом, вы знаете. Альтенмарк, все такие известные места. Жюри радио, да, нам вот даже вынесли в наушники, мы слышим, там переговоры идут между членами жюри. Это был Томас Ксодам. Да, вот даже мы знаем информацию, это директор соревнований местных, естественно, директора от организаторов. Они обсуждают с главным арбитром, с Гирдалом, но пока, видите, не могут прийти. А вот так общая панорама, ну не такая страшная, да, обычная. Вот смотрите, голубое небо, ну облака идут, в общем-то все. И на старте вот мы видим, видимость хорошая. А, вот, кстати, вы знаете, вот американские девчонки, вот их нам показывают, они обычно очень позитивно настроены. Вот в этом плане их надо всегда отмечать, у них и юмор всегда, и позитивный настрой. Вот много лет мы это наблюдаем. Но они еще, я думаю, настроение хорошее, я уже говорил, что у них команда наконец-то стала больше. Вернулись травмированные девушки, которые имена-то нам из... Вот Бриззи Джонсон, допустим, да, знают любителей горнолыжного спорта, она тоже травмирована была. Или Жаклин Уайлз сегодня опять в составе команды. И мы обращали внимание, что так совпало, Линси Вон, блестящая Линси Вон завершила карьеру, да. А другие девчонки там еще и Стейси Кук завершила карьеру одновременно. И там три травмы, и, в общем, из великой команды американская там превратилась в одну спортсменку, представляете. Но вот сейчас потихоньку вроде бы уйдет у американок возрождение. Сегодня, по-моему, пять спортсменок уже в стартовом протоколе. И, в общем-то, уже известны имена. Так, ну, я так понимаю, что это у нас открывающий. Да, это открывающий, друзья. Поэтому мы как бы не акцентируем ваше внимание. По правилам соревнований Кубка мира, если достаточно большая пауза между спортсменками, должен пройти открывающий, как мы называем этих людей. Кто-то их даже накатчиками лыжни называет. Но я думаю, что это тоже не совсем правильно. Ну, как правило, это представители местного горнолыжного клуба. Конечно, мастера не самого высокого уровня. Но, тем не менее, правило есть правило. И надо правило соблюдать. Да, а вот следующая участница уже и готова. Софья Годжо. Ну, вот и хорошо, как говорится. Продолжается соревнование. И не знаю, как нам постучать по дереву или там сплюнуть через левое плечо, но чтобы больше этого тумана мы больше не видели. Иначе точно уже жюри может пойти на серьезные меры. Так, ну, Софья Годжо. Которая, безусловно, рвется к победе, рвется к лидерству. Вы знаете, после Олимпийской победы в Хёнчане по-разному все у нее складывалось. И травма тоже не избежала она и этих проблем. На первых этапах в Лейк-Луисе Годжо выступила, ну, не самым лучшим образом. У нее было шестое место. А во втором спуске она вообще в десятку не попала. Так что для нее, конечно, начало сезона прошло не самым лучшим образом. Ну, и сейчас вот надо бороться с очень сильными швейцарками. А посмотрите, какая тенденция, друзья. Мы в мужском кубке, да, как правило, больше отмечаем сейчас именно швейцарских спортсменов. Вот такая же ситуация и женщин. Интересно, да? Я уже говорил, что еще плюс к этому Швейцария вышла в Кубке нации на первое место. А впереди все те же австрийцы. Да, третий результат. Но отставание большое все равно. Одна секунда. У Годжи. Немножко другая линия. Тут вот эта на панораме, вот эта связка виражей. Наверное, одна из ключевых. Видите, как круто с хода, с большого. Приходится вписываться. Мне кажется, вот здесь, кстати, у Годжи это и не самым лучшим образом все получилось. Кстати, скорость-то она показала на мирном отрезке точно такую же, как Карин Сутер. 125,5 километров в час. Но на целую секунду медленнее. Франческо Марсаля. Ну, сенсационный призер у нас первого этапа в Лейк-Луисе. 33 метра длина полета. Ну, у нас периодически графика возникает на экране. 33 метра полета. А представляете, друзья, если была сегодня оригинальная с самого верха трасса, то, естественно, и скорость на подходе была бы, и полеты были бы, мне кажется, метров по 40. Но вот как-то все, не можем успокоиться. Такое зрелище ожидали по полной длине. Короченный вариант с переходящим туманом. Это, конечно, не самое лучшее, что мы ожидали сегодня увидеть. Но, еще раз повторюсь, очень важен сам факт проведения соревнований в скоростном спуске. Ух ты, лучшая скорость. Даже быстрее, чем лидеры. 126. Показала. И четвертый приличный результат. Уступает она Годжи совсем немного. А посмотрите, как австрикты на домашнем этапе обижаются больше и больше. Винир, Зибенхофр, Шмидхофр уже 7-8-9. Вот это да. Марсалия, похоже, у нас точно уже. Сначала перестраивалась, была гигантистка. Потом приоритетом для Марсалии стал супергигант. Мы это видели, всю историю превращений. А теперь, когда еще постарше стало, вообще скоростной спуск, наверное, будет главной дисциплиной у Марсалии. И мы в этом... Ну, а что, друзья? Поближается к 30 годам. А, как правило, мы часто видим, что спортсменки, которые начинали свою карьеру даже в слаломе, в гиганте, в различных дисциплинах, допустим, или все дисциплины, они с возрастом все становятся, в общем-то, участниками чисто скоростных дисциплин. Ну, в общем-то, и у мужчин частенько такая тенденция бывает. Это, в общем-то, уже как правило даже можно сказать. Кира Вайдле. Ну, как сказали немецкие тренеры немецкой команды, для Киры вот эта трасса оптимально подходит. Сочетание виражей, она очень любит виражи скоростные. И не даром у Киры, между прочим, лучший позавчера был заезд тренировочный. Лучший из всех. Ну, тренировка-тренировка, вот видите, сейчас на соревнованиях. О, вот о чем я говорил, друзья. Вот, вот эта связка на панораме, она для многих становится проблемой. Годжа потеряла значительно, а вот, ну, Кира тут вообще, мы видим, чуть не остановилась, да? Очень много потеряла. Да, с такими ошибками надеяться не на что. Во время прохождения трамплина, да, тоже не важно. Странно, да? Лучший результат на тренировке и такое неуверенное прохождение. Может, ее туман смущает? А вы знаете, может быть. Потому что, если поговорить со спортсменками, они, вы знаете, очень многие будут разного мнения. Кто-то очень боится. Боится буквально тумана. Чувствует себя неуверенно и так далее. А кто-то, в общем-то, есть такие спортсмены, которых туман даже не очень смущает. Казалось бы, удивительно, но так и есть на самом деле. Может быть, для Вайдли как раз туманная погода – это серьезное препятствие. Почему бы нет? Еще одна специалистка различных дисциплин, многоборка Федерико Бриньоне. Безусловный лидер итальянской команды. Ну, если брать общий зачет Федерико Бриньоне, которая ни много ни мало способна побороться и за второе место в Кубке мира в общем зачете с Вылховой, почему бы нет? Про Шифрин-то, наверное, говорить это уж будет слишком. Так уж сложилось у нас уже, вернее, не первый сезон складывается, что Шифрин, как правило, весь сезон с отрывом лидирует. Это и, в конце концов, конечно, Кубок мира выигрывает. По крайней мере, на данный момент такая ситуация складывается. Опять. Ну, вот, расцвело, видите, какая переменчивая погода сегодня в Австрии. На финишной части уже солнышко. Посмотрите, снега много. Ну, горнолыжный сезон в полном разгаре. Видите, вот там сколько, сколько людей, сколько зрителей, сколько еще катающихся в Цаухэнзе. Две секунды отставания для Федерики Бриньоне. Ну что, может быть, Ребенсбург, в конце концов, даст бой соперникам. В Лейк-Луисе она чудом не попала на пьедестал. Я говорю о Виктории Ребенсбург, которая сейчас готовится к старту. Старт и интервал две минуты. Вы знаете, вот как-то и сейчас у меня странное такое впечатление. Но мы привыкли к тому, что в плохую погоду всегда сокращается, наоборот, интервал, чтобы дать спортсменкам более равные условия. Сейчас периодически туман и все равно две минуты стартовый интервал. Я говорю, вот просто заметно, почему мы говорим на эту тему. Заметное решение нового рефери, если сравнить с тем, как работал Атли Скардо в женском Кубке мира в прошлые годы и вот новой рефери, то разница чувствуется по решениям, я веду. Потому что именно арбитры, главное, имеют право практически единолично решать судьбу соревнований, когда останавливать, когда продолжать, когда опасно, когда не опасно и так далее, и так далее. Так, большие стали отрывы у нас уже на верхних участках. Мы видим и Реббинсбург очень много проиграла. Нет, Реббинсбург, конечно, как и у Вайдли. Вот немки, видимо, себя очень некомфортно чувствуют, да, такие серьезные у них отставания. Ну, всегда чуть выше. Реббинсбург в этом плане нас не удивляет. Она, конечно, уже не изменится. Это спортсменка, опытнейшая. 30 лет Виктории, как она ходила в высокой стойке, зачастую даже скоростной спуск, так и продолжает ходить. Ну, вот нам показали, что последняя победа была три года назад у Лары Гуд. Лары Гуд Бехрами, как правильно мы называем ее фамилию. Ну, что, швейцарки сегодня просто хороши. Я напоминаю, у нас двойной лидер со швейцарской команды. 34 метра на полете. И следующая у нас Лара Гуд, которая тоже, в свою очередь, на тренировках. Кой веки, наконец-то, выглядела прилично. И мы видим, что так погода. Посмотрите, повезло Ларе. У нее вообще, мы не видим даже никакого тумана. Ну, может быть, вот здесь, на панораме, сейчас она подходит к одному из ключевых виражей. Нет, это еще не здесь. Вот здесь вот ключевая часть. Очень круто сейчас. Видите, почти под 90 градусов, даже более. И она улетает за разметку. Это, вы знаете, вот тот, когда говоришь о Ларе Гуд, о ее выступлениях и в прошлом сезоне, и в этом сезоне. Вот, к сожалению, приходится просто говорить, что опыт не помогает. Да, ведь она одна из самых титулованных и самых опытных спортсменок Кубка мира. А выступает вот средненько, надо прямо сказать. И опять она, видите, восьмая, и, скорее всего, будет, может, и в десятку не попадет. Потому что проиграла полторы секунды. Вот, вот, вот. Ну, очень пассивно, и траектория была неправильная на входе. Не знаю, почему так у нее получается. Николь де Лага. Это опять итальянская команда. Ну, итальянок, посмотрите, тоже парочка. Очень высоко до сих пор стоит. Годжия третья, Марсалия четвертая. То есть две швейцарки, две итальянки, потом Лихтенштейн, Словения, и только потом Австрия. Я напоминаю, что это все-таки домашний для австрийек этап. Они пока не держат серьезное такое поражение. Но у них есть козырь. Вы знаете, Джокер, наверное, можно назвать австрийской команде. Это Кристина Шайер, вернувшаяся. Я рассказывал об американской команде. Там несколько девчонок после травм вернулись. А вот у австрийек Шайер тоже была травмирована. Она вернулась и вовремя, потому что именно Шайер здесь имеет победу. Казалось бы, спортсменка не самая титулованная. Но вот в Альтенмарке, как правило, выступала очень здорово. Альтенмарк Цаухензе. Просто я пореже говорю Альтенмарк, друзья. Потому что, ну, в принципе, официально у нас такое должно быть название одно. Альтенмарк Цаухензе. Альтенмарк – это городок, который внизу, в долине находится. Достаточно большой. Потому что сам Цаухензей, вот видите, на этой картинке там всего три отеля. Вот они видны на некоторых кадрах. Это чисто горнолыжный центр. Даже не деревня, друзья. Потому что внутри четыре гостиницы. А все остальное внизу в Альтенмарке находится. Да, посмотрите, Николь де Лага-то что творит, а? Ну, рисковая девушка. Мы постоянно о ней говорим. Она может собраться. Она может выстрелить. По молодости своей практически ничего не боится. И вот, пожалуйста. Николь де Лага. Но она уже не новичок. Еще бы в прошлом сезоне, мы сказали, молодая и неопытная. Но у нее уже есть призы. Причем в домашней Вальдагде. Не помните, она была в призах. И вот удивила. Да, что творят итальянки. В первой пятерке три уже итальянки на данный момент. Мирьям Пухнер. Ну вот, Мирьям Пухнер и по 23-м номерам Шайер. Это, наверное, вот две еще спортсменки, которые могут получше выступить в астрийской команде. Чтобы уж не так совсем было плохо. Чтобы не было уж такого, ну, не говорю позора, конечно. Может быть, это перебор. Но домашние этапы всегда австрийцы переносят очень болезненно. И пресса, и зрители привыкли, разбалованные тем, что много лет уже были столько успехов. Мирьям Пухнер. Сразу вспоминается ее победа. Прошедший сезон она завершила великолепно. Выиграла соревнования спуски на финале Кубка мира. Помните, друзья, Андорру. Еще мы с вами не забыли. Март прошлого года. Одна двадцать две. Вы знаете, это не так уж и много по сегодняшним отрывам. Я напоминаю, что у нас Гизин, проигравшая в секунду, находится на третьем месте. Нет, ну, внизу. Как она умудрилась-то, а, друзья? Чисто на последнем отрезке она секунду проиграла. Не по трассе все, а чисто на последнем отрезке, я смотрю. Мирьям Пухнер. Да, улыбки мы на лице старшего тренера австрийской команды явно не наблюдаем. Ну, а сейчас, друзья, еще одна претендентка на высокий результат, безусловно, Эстерли Децка. Лидер сезона, этим многое сказано. Победа в Канаде, победа и четвертое место. Пой, 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 пой! Украшивают, что ли, у нас графика немножко? Да, Лидерской тоже с погодой везет. Мы видим последние, вот клочья тумана пропали. Вся трасса чистая для Эстерли Децкой. Ну, везет Чешке. В секунду она уступает, но еще раз повторюсь, это не самый пока катастрофический проигрыш. Эх, на панораме тоже не смогла высокую траекторию. Она и, судя по всему, наверное, будет еще больше отставания. Эстерли Децкой, да. Борется за шестерку. Нет, восьмой результат. Эстерли Децка, восьмой результат. Да, интересная, согласитесь, спортсменка Эстерли Децкой. Олимпийская чемпионка в сноуборде и в горных лыжах. В двух таких разных видах спорта, да. А самое главное, что и дисциплины абсолютно разные практикуют. Посмотрите. Она обладает Кубком мира в сноуборде и в гигантском слаломе, да. А здесь ходит в горных лыжах скоростной спуск. То есть, такие у нее разносторонние какие-то возможности просто невероятны. Элис Маккинец. Вы посмотрите. Вот хоть в американах стало побольше команды, я говорил, да. А по рейтингу-то, конечно, отстали. И американки, мы видим, что единственная представительница в первой двадцатке. Вот как раз Элис Маккинец. Зато есть еще Мэри Уэзер, 22-й. Потом будет Бризи Джонсон. Жаклин Валс, 25-й. Бризи Джонсон, 30-й. Ну, вообще нет. В тридцатке четверо. Это, в общем-то, более-менее неплохо. А тем более мы видим, что, друзья, тут трассы-то идут еще по разным линиям. Там в одну лыжню никто, естественно, не попадает. Трасса абсолютно чистая, не разбивается. И номер большого значения в сегодняшних соревнованиях не имеет. Стартовый номер. Особенно вот на панораме мы видим на самых крутых виражах. Там в одну лыжню вообще никто не попадает. Кто как, кто как может. Я вот так бы сказал. Тут так и выкручивается. Две с половиной. Много проигрывает Элис Маккинис. Вот так вот. Трамплин в близком изображении. Но трамплин, видите, ее даже и не бросилось. Трамплин, потому что и скорость-то была заметно меньше. Посмотрите. На верхнем отрезке у Маккинис 107, а у Сутер было 113. Вы представляете? 6 километров в час. Это очень много. Здесь у нас Делага только что с... Ну, мини-сенсацию я так бы характеризовал. Абсолютно сенсацией не назовешь, но все-таки неожиданно. Делага вторая и Гизин третья. Так, ну, паузы у нас сейчас не будет, потому что мы и так с паузами уже перебрали. Во время женского скоростного спуска несколько раз из-за тумана останавливалась гонка. Ну, сейчас мы видим, что 22... 20 спортсменок успешно отстартовали. Будем надеяться, что и дальше так пойдет. У нас есть время, потому что как бы женский спуск сегодня в приоритете. Достаточно большое количество времени у нас выделено. Ну, вот видите, какой уютный, да, центр Цао Хэнзэя. Посмотрите, сколько, сколько здесь любителей катается. Цирк такой своеобразный. И на юг, и на север. И в три прям направления расходятся канатные дороги. Ну, а у нас Микаэло Веник из команды Германии. Ну, что, немки, ну, лидеры, по крайней мере, выступили очень слабо, согласитесь. Ребе с Буркой Вайдли, от которых ждали, ну, хотя бы одна из них поборется за пьедестал. Они проиграли более двух секунд. Ну, вот еще одна представительница Карманда Германии. Ну, вот еще одна из них поборется. Тоже такая крупная, мощная спортсменка. Любит именно прямые отрезки. Посмотрим, как она разгонится. Микаэла Веник. Верхний участок достаточно прямо. Тут нет крутых виражей. Мы уже говорили, что вот эту трассу, которая называется Гамскогель, можно на две части разделить. Верхняя достаточно быстрая и прямая. И нижняя крутая, очень техничная, с крутыми виражами. Ну, в общем-то, если так брать, то, наверное, на 50%, больше, чем на 50%, вот как раз на этих трех крутейших виражах решается судьба соревнований. И Веник проходит, конечно, не лучшим образом. Ну, хотя бы, да нет. Я только что хотел сказать, что побыстрее, чем ее подруги по команде. Но нет. Единственное, что ей удается, это показать скорость 125,5. Ну, мы видели это и Годжи, видели у Сутер такую скорость. Но что толку, если ты на виражах уже поиграл две секунды, да? Вот, 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 посмотрите. Далеко по разминке, лыжи боком. Тут абсолютно прекрасно все видно. Элис Мэрри Уэзер. В свое время чемпионка мира среди юниоров в скоростном спуске с 17-го года. Так что один титул, пусть и юниорский у нее имеется. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok. Ну, американки-то с виражами зачастую не дружат. Это уже у нас очень давняя история. Мы часто с вами отмечали. Как только сходу крутые виражи. Ну, не знаю, чем это объяснить. Потому что, казалось бы, команда-то была большая в свое время. Но почему-то у всех была одна и та же проблема. Ну, кроме Ленсион, наверное. Да, Ленсион, которая умела и виражи чисто проходить. Все остальные немки, особенно Стэйси Кук. Вы помните, да. Как только прямой участок, так где-то среди лидеров. Как только резкий вираж на крутом. Так сразу ужасное исполнение. Посмотрите, друзья. Вот стартовала спортсменка, которая в 2017 году как раз последний раз был здесь скоростной спуск. Она выиграла. Ну что, будет ли еще одна вот такая сенсация? Пропускала много из-за травмы Кристина Шайер. Ну, есть спортсмены, которые, как правило, в своей карьере только на одной или двух трассах отмечаются. Не знаем, почему именно. Но так статистика-то точно подтверждает. Вот у Шайер именно это Альтенмарк. Ну, вот этот, конечно, пропуск, достаточно большой пропуск и тренировок, в том числе, он сказался. Вот видите, сегодня, конечно, Шайер не претендует. Но, может быть, лучше хотя бы в своей команде? Нет, и этого не получается у Шайер. Ну, примерно так же за то, как Зибенхофер и Шмидхофер. Это лидер австрийка, она прошла. Они тут все выстроились, ну, практически друг за другом. Австрийки, вот, самая-то главная проблема, что начинает только с девятого места австрийская команда. Венир, девятый, остальные похуже. Кайсо Викхофли из команды Норвегии. Ну, вот еще одна спортсменка, которая, ну, скажем так, ворвалась после юниорского возраста. Показывает уже очень приличные скорости. Ну, единственное, что, вы знаете, у нее проблема, она не может никак реализоваться в соревнованиях. Уже несколько раз выигрывали тренировочные заезды, да. Несколько раз у нее были в соревнованиях лучшие отрезки. А вот так вот, чтобы четко всю трассу сверху донизу один раз хорошенько бы исполнить, ну, вот, не получается пока у нее. В прошлом году она, по-моему, один раз-то в шестерку все-таки заехала. О, ну, это все. Ну, вы видели, да? Да, такая же ошибка, как у большинства спортсменок, только у норвежки еще и мимо ворот. Вот здесь хорошо видно. Подрезает. Ну, нельзя здесь подрезать. Уходит, уходит. Вот, мимо красных вот этих ворот. Ну, конечно, можно сказать, вот, не умеет, плохо рассчитала и все. А, друзья, зато видно, какая смелая девушка. Абсолютно не боится скоростном спуске на риск. И, вы знаете, это в конце концов все-таки она принесет ей большую пользу. Она где-нибудь выстрелит так, что другим мало ей не покажется. Как и Делага. Я бы вот сравнил вот этих девушек из молодого поколения. Николь Делага и Ли Кайса Викхов. Очень похожи. Такие смелые, крепкие. Мне кажется, это будущее скоростного спуска. Жаклин Вайлз. Еще одна титулованная, в принципе, американка, у которой есть в карьере призы. Кстати, первый карьерный подиум именно здесь был. Жаклин Вайлз. Именно на этой трассе в Саухензе. В 17-м году она. И тоже потом травмировалась. В 19-м была. В 18-м еще и в картине была она подиуме. Да, вот такая статическая Жаклин Вайлз. И тоже, видите, выступает со специальным наколенником на левой ноге после травмы. Ну, американок, конечно, учитывая, что очень рискованные девушки. И поэтому количество травм запредельное в команде США. Вот они, видите, в одной маечке стоит на финише у нас Мэри Уэзер, по-моему, это она была. Ну, а как трудно тоже приходилось. И на Ортлип. Ну что, может быть, она возьмет на себя роль лидера австрийской команды сегодня. По крайней мере, шанс такой у нее имеется. А, кстати, она почти выполнила такую задачу на первом же этапе в Лейк-Луисе, друзья. Там Венир была третьей у австрии, и четвертой была Ортлип. То есть, она была вторым номером по команде Австрии. Ну, на том отдельном взятом старте. Это, кстати, пока лучший у нее в карьере результат. Четвертое место у Нины Ортлип. Ну, одно дело Лейк-Луис, где не было вот таких крутых виражей, как вы помните, прекрасно, да. Все-таки трасса в этом плане здесь в Цаухонзе посложнее. И у нас сразу же другие расклады. Это явно получается. Ой-ой-ой, как еще лыжи у нее гуляют. Опасно, а? Тут скорость-то 120 км в час. Нежелательно на такой скорости падать, мягко говоря. Это очень опасно. Нет, Ортлип выступила слабо. Прямо говоря... Да, так и перчатку можно съесть. Знаете, есть у нас такое выражение, особенно в политике, когда некоторые пытаются галстук съесть. Но вот тут в горных лыжах тренер готов съесть перчатку, если так вот плохо будут подопечные выступать. Это нам показывали как раз тренеры австрийской команды. Восьмая уже по счету представительница австрийской команды. А у нас все та же тема. Кто из австрийок сможет сегодня показать результат? Да, похоже, никто. Потому что на Хазар тут тоже в этой ситуации надежды никакой. И тем самым мы можем говорить, что успешно проваливают австрийки. Ну, правда, там молодежь есть еще. После 30-х номеров там две молодые еще девушки есть. Райзингер и Фест в австрийской команде. Но я не знаю, если уж совсем самые молодые возьмут на себя что-то. Как-то трудно представляется. А с другой стороны, немножко и непонятно. Вот почему, да, самая крупная, достаточно сильная команда Австрии так выглядит. В общем и целом неважно. Ну, может быть, тоже последствия, да. Ведь, ну, тут по-разному. Мы говорим, что последний скоростной спуск был больше месяца назад. Да еще совсем другая трасса. Да еще в Канаде. Тут вообще несравнимо, да. Как они, где они тренировались. Некоторые вообще не смогли потренировать скоростной спуск. Так что в этом-то, наверное, и причина главная. Ну, вот только сейчас сократили интервал до полутора минут. Я не знаю, почему раньше этого не сделали. А этим спортсменкам, которые в конце уже 30-ки, да, стартуют. Посмотрите, как везет, да. Первые номера еще стартовали. Все время был туман в той или иной степени на трассе. А вот сейчас погода абсолютно улучшилась. Но, как ни странно, это не помогает, да. Вот из этих номеров никто прорваться пока высоко-то и не может. Нет, Прискануфри явно тоже не кандидат сегодня на что-то серьезное. Ну, может быть, Куртони и Бризи Джонсон. Вот две спортсменки, которых мы увидим до паузы. Ну, одна очень опытная, другая очень рискованная. Может быть, у них что-нибудь получится. Тем более представители итальянской команды. А итальянки сегодня наряду со швейцарками просто блещут. Согласитесь, потому что у итальянок второе, четвертое и пятое на данный момент. Очень сильно. Ну, а швейцарок, естественно, первое и третье. Вот она, Елена Куртони. Три подиума в карьере у этой уже опытной спортсменки. Напомню, что ей 28 лет. Ну, друзья, ей предрекали 30 побед. Я помню, когда она появилась и стала лучше на Нью-Йоркском чемпионате мира, итальянцы говорили, что у нас вторая Дебора Компаньони или вторая, там, кого еще привезти, Костнер, да. Но тот случай, когда не получилось стать звездой у Елены Куртони. Вот так шло-шло время, ждали-ждали, а уже 28 лет. И три пьедестала. Ну, три пьедестала – это не та статистика, которая особо ответила за карьеру, которую можно отмечать. Ну, и сегодня, видите, в очередной раз ничего у Елены Куртони. Тот случай, когда спортсменку немножко переоценили. Может быть, это ей и помешало, кстати, а? Такое может быть. Когда окружение тебя немножко так подвигает на какие-то высоты виртуальные, да, а ты этого не можешь оправдать, то чисто психологическая точка зрения, конечно, бывает очень трудно. Ну, вот и даже надпись на экране нам напоминает, что после долгого перерыва, после травмы возвращается еще одна представительница команды США – Бризи Джонсон. Более сезона, да, я вот смотрю, она пропустила-то. Она же в прошлом году вообще не выступала. Да, Бризи Джонсон. Огромная пауза. Ну, после такой паузы, конечно, ждать высокого результата сразу трудно. Безусловно, талантливая спортсменка. Она, конечно, многих поразила, когда 2-3 года назад появилась только на Кубке. Сейчас ей 23 года. Ну, для первого старта, скажем так, нормально. Финишировала, очки получит, потихоньку и форму наберет. А, кстати, вот проблема, да, верно, для еще одна. Мы говорим о том, что мало стартов пока было, да. А где набирать форму-то? Ну, вот тройка сегодняшних призеров Сутер со своей великолепной улыбкой в центре. И, похоже, друзья, у нас тут уже ничего не изменится. Ну, в первой тройке очень-очень маловероятно. И Сутер, наконец-то, после долгих попыток, после долгих стараний, Сутер после вторых, третьих, пятых мест, наконец-то попадает на первую позицию, с чем мы ее и поздравляем. Курин Сутер у вас на экранах, которая, уверенно, идет сегодня к победе. Николь де Лага, молодая, самая молодая из итальянок, но самая успешная, хотя и вся команда итальянская сегодня достойна похвалы. Ну, и еще одна швейцарка Мишель Дизин. Смотрите, после призового места в слалами она показывает призы и в скоростном спуске. Ну, это, конечно, великолепное тоже достижение в разных дисциплинах и хорошие результаты. Ну, похоже, у нас еще остается время. Вот, кстати, стартовый протокол тех, кто еще будет стартовать, начиная с 31 номера, мы видим. Я напомню, что у нас до следующей трансляции остается минут 20, минут 15-20. Я напомню, мы ждем, конечно же, еще и второй попытки мужского гиганта, где просто невероятная там сложилась ситуация и куча всяких сенсаций, куча неожиданных результатов. Ну, пока посмотрим скоростной спуск, тем более, что редко он бывает. Элизабет Райзингер. Девятая по счету австрийка. Посмотрите, 10 австриек в протоколе и все входят в 30 почти, ну, в 33, да? Вот вам рейтинг сумасшедшей команды Австрии. Но это тот самый случай, когда рейтинг-то великолепный, а результата нет. Сегодня у Австрии 9 место. Лучшее это просто серьезнейшая неудача и поражение на домашнем этапе, безусловно. 34 метра нам опять дает графика, ну, такого достаточно безобидного полета. Неплохо отскользило, посмотрите, верхнюю часть. Седьмой результат, кстати, на первом верхнем отрезке. Так, заходим на панораму. Но опыта не хватает. Райзингер-то, вы знаете, по-моему, вообще второй раз только мы видим ее в основном составе, команды. Даже, мне кажется, чувствуется, что опыта не хватает из стартов именно на Кубке мира. Ну, 13-й результат. Довольно. Мини-чемпионат Австрии, у нее четвертое место. Среди своей команды. Ух ты, как радуется-то она, а. Но для кого-то, вы знаете, и третье место это неудача, а для кого-то 13-е большой успех. Абсолютно логично, да? Нормальная даже для спорта ситуация. Кто-то рассчитывает в 15 попасть и считает для себя великим успехом. Ну, нормально все. Еще одна представительница семьи Сутер. Юлиана. А вот Юлиана и Карин Сутер, они, по-моему, дальние родственницы. Это не сестры родные, насколько нам известно. Там две ветви Сутер, мы знаем, в общей сложности уже, по-моему, четыре. Еще была старшая одна из Сутер, завершившая карьеру. И там достаточно такие сложные родственные отношения. Фамилия-то одна, но, по-моему, Карин для нее не родная сестра, это точно. Друзья, ну что, вот все-таки завершаем мы эту трансляцию. Слава Богу, что успели мы. Все самое интересное главное посмотреть, несмотря на тот вот туман, несмотря на то, что могли сегодня отменить соревнования, но все прошло. По крайней мере, то, что мы видим, есть еще участницы на старте, но нам пора уже переключаться на мужские соревнования. Посмотрели мы все самое основное. Но мы, конечно, на этом не прощаемся. Будет пауза. И потом мы встретимся уже в Адельбодене. Режиссер Александра Ильченко и комментатор Владимир Андреев. Сами не прощаю.